Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Далимов. Здравствуйте. Почему в Самаре изменились коэффициенты при определении арендной стоимости земли, государственная собственность на которую не разграничена? Как повлияли изменения на арендную плату? Кто из предпринимателей будет платить за землю больше, а кто меньше? В нашей студии Александр Крючков, заместитель руководителя департамента управления имуществом городского округа Самары. Александр Сергеевич, добрый вечер. Спасибо, что пришли в нашу студию. Добрый вечер, Ян. Я в начале программы предлагаю определиться с терминами для того, чтобы наши зрители более четко понимали, о чем идет речь. Итак, сейчас в социальных сетях достаточно много говорят об изменении стоимости аренды земли, государственная собственность на которую не разграничена. Произошло это в связи с изменением коэффициентов при определении арендной стоимости земли. Вот что это за коэффициенты, зачем они необходимы и как они вообще работают? Коэффициент вида разрешенного использования земельных участков – это один из элементов, который участвует в расчете арендной платы за землю в городском округе Самары. Также там основная позиция – это кадастровая стоимость земельного участка, ну и коэффициент инфляции, который устанавливается правительством Самарского области ежегодно после назначения новой кадастровой стоимости. Каждый год. Ну то есть, по сути дела, сейчас речь идет как раз о механизме определения аренды земли. Размера. Размера аренды, да, размера аренды земли, вы правильно меня поправили, абсолютно правильно, для предпринимателей, для бизнес-сообщества. То есть это те деньги, которые они платят, это их затраты, ну в данном случае в бюджет городского округа. Да, именно коэффициент видоразрешенного использования участвует в этом процессе. Но те изменения, которые произошли в конце прошлого года при принятии Думы решения по коэффициенту КВ, они касаются только предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли, бытовых услуг. И у нас кроме этих арендаторов земельных участков, у нас также еще присутствует и садоводство, и огородищество, и заводская деятельность. То есть у нас разносторонние. Но коснулось именно предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в сфере торговых услуг и бытовых услуг. Здесь вот знаете, важный момент, наверное, а кто был инициатором пересмотра вот этих коэффициентов? Потому что я так понимаю, что это не было инициативой администрации, это не было инициативой Думы городского округа Самара. Вот с чего все началось и когда? Ну те коэффициенты, которые у нас были до принятия последних коэффициентов, они устроили всех. И предпринимательство сообщества, и соответственно городской округ Самара, и был некий паритет. Но однако в 2017 году один из предпринимателей, который имеет бизнес, небольшой павильон в промышленном районе, вышел у ФАС. И потом было подано заявление в суд о том, что не все предприниматели поставлены в равные условия. Если ранее у нас учитывалось при расчете коэффициента разрешенного видоиспользования земельного участка многофакторной позиции, это и расположение земельного участка, это и вид объекта, который расположен на этом земельном участке, расположение от района города зависело. И вид объекта, это является ли временный объект или капитальный объект. И кроме этого является ли это крупный торговый развлекательный центр или допустим хлебный киоск в каком-то удаленном районе. То есть предприниматель вышел с тем, что у них неравные условия и обратился в ФАС, что они должны быть одинаковы для всех условий, именно для предпринимателей. И после долгих судов, которые у нас проходили с 2017 года и завершились только в прошлом году, решением суда на нас легло обязательство по изменению коэффициента вида разрешенного использования земельного участка с учетом тех решений судов, которые были приняты. То есть мы уже при расчете коэффициента вида разрешенного использования земельного участка не должны были смотреть ни на район, не должны были смотреть ни на капитальный или временный объект, и не на то является ли это крупный бизнес или мелкий бизнес. Ну то есть вот как бы для вот в практической плоскости, то есть произошло по факту следующее, некий предприниматель, грамотный судя по всему, то есть юридически подкованный, вот решил пересмотреть эти коэффициенты, это в принципе как бы его законное право, обратился в антимонопольную службу. И вот этот процесс он запустил, то есть спусковым крючком был он. Четыре года шел этот процесс, разбирательство, суды, и затем сейчас в результате ситуация сложилась следующая, что коэффициенты одинаковые, условно говоря, что, ну мы сейчас не будем называть компанию, но там для очень крупного какого-то торгово-развлекательного комплекса в центре города, например, там, или где-то в хорошем районе. И для там… Размер арендной платы вырос в разы. Это у нас 77 договоров получается, у которых размер арендной платы вырос в разы. Но кроме этого у нас еще есть положительный, допустим, условно или не условно результат о том, что для 1159 предпринимателей, это мелкий и средний бизнес, у них снизилась в два раза арендная плата. Ага, то есть получается вот тот самый предприниматель, мы просто не будем его называть. Он как бы на самом деле для себя лично он сделал хорошо. Конечно. То есть вот он для себя лично и для своих… И не только для себя, и для 1159. Да, для 1159 вот малых, мелких микробизнесменов он ситуацию улучшил. Да. Потому что у них арендные платежи… Арендные платежи в два раза уменьшились. В два раза уменьшились. Но… Ну я могу привести пример, например. Ну не называй только компанию, а вот да, а цифры, да. А цифры, да, метр. Так, средний размер ежегодной арендной платы за квадратный метр под торговыми центрами, то есть под крупными магазинами, в 22-м году составлял 178 рублей за квадратный метр, средний размер, а в 23-м году он стал составлять 705 рублей. То есть значительное повышение. Это для магазинов и крупных торговых центров, развлекательных центров. А средний размер арендной платы за один квадратный метр, занятый временными объектами потребительского рынка, нестационарными так называемыми объектами, он составлял в 2022 году 1700 рублей, а в 2023 году он стал составлять 799 рублей. То есть падение произошло в два раза. Ну, как бы вы знаете, здесь вот я, наверное, я просто вот себя поставил на место вот этого малого предпринимателя, мелкого предпринимателя, ну, условного владельца, допустим, там, павильона, да. Ну да, когда он, наверное, увидел эти цифры, он действительно обиделся и сказал, почему там какой-то крупный торговый центр платит меньше, чем я. Там было не так. Там был паритетный. То есть предыдущие коэффициенты, они как раз при расчете предыдущих коэффициентов использовались три фактора. Я еще раз повторюсь. Это местоположение, район города. Это, соответственно, является ли объект временным или капитальным. Ведь не секрет, что владелец капитального объекта, он, во-первых, несет большие затраты, нежели владелец павильона. Это и налог на имущество, это и энергоемкость, это оплата коммунальных услуг, это, например, если это торговый центр большой и содержание прилегающей территории, без которого не может существовать торговый центр для удобства жителей припарковаться на автомобилях, и много-много других факторов. Кроме этого, вы правильно сказали, уравняли в своих правах. То есть теперь в наших коэффициентах нет различия, является ли это магазин, является ли это крупный развлекательный центр, является ли это торговый центр, или является ли это павильон. То есть разницы в подходе расчета коэффициента видоиспользования земельного участка, это не применяется. То есть здесь, знаете, что получилось? То есть, с одной стороны, ну, наверное, это неплохо, с другой стороны, очень плохо, что вот это районное, скажем так, влияние исчезло. Потому что, ну, понятно, что даже условный ларек в Самарском районе или в Ленинском, ну, должен платить несколько больше, я бы так сказал, чем условный ларек где-нибудь в Промышленном или Красноглинском, где, ну, и другие товары, ну, вообще вся другая жизнь просто, на самом деле, и это правильно. Ян, вы совершенно верно говорите, потому что эти факторы, мы этими факторами могли регулировать выгодность для бизнеса. То есть, это и местоположение, и размещение, опять же, товары. А сейчас мы лишены этого фактора. И получилось при расчете, при расчете этого коэффициента, что мы ограничены данными критериями. И не можем выйти за них, за их границей. И размер средней арендной платы из-за этого стал для кого-то выгодным в два раза, для кого-то невыгодным в четыре раза. — Соответственно, они сейчас, ну, скажем так, шумят, я бы так сказал. То есть, они сейчас пытаются привлечь к себе внимание. — Да их можно понять, конечно. — Их можно понять. Это как бы, кстати, в данном случае абсолютно с вами согласен. Смотрите, вот, а какие ведомства участвовали вот в обсуждении этих коэффициентов? Ну, кроме Департамента управления имуществом города Самара, еще кто-то участвует, потому что, ну, тоже, чтобы зрители понимали, вот как этот процесс проходит. — Ну, давайте мы разделим, что такое участвовали в обсуждении. И сегодня, например, состоялся круглый стол. Если вы считаете, что это участие в обсуждении, это одно. А есть процедурные моменты, которые мы обязаны были выполнить при принятии коэффициентов. Все процедурные моменты нами были выполнены. Проект решения городской думы, который предусматривал установление новых коэффициентов, был у нас размещен в открытом доступе на официальном сайте администрации городского круга Самара. И он прошел предусмотренную законодательством оценку регулирующего воздействия, в процессе которой мы не получили ни одного предложения от предпринимательского сообщества. — Вот это, кстати, интересно. — Вот. Потом также наш проект направлялся и в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей Самарской области, кроме этого руководителю УФАС и в прокуратуру города Самары. И также замечаний от них не поступило на момент того обсуждения, которое мы обязаны были провести. — То есть, по большому счету, вот все вопросы возникли... — Мы все процедуры выполнили. — После того, как все процедуры были выполнены, хотя вся информация доносилась и информация о том, что это произойдет... — Все вопросы возникли тогда, когда мы в начале этого года направили уведомление, которое мы делаем ежегодно в начале года предпринимателям о том, какую арендную плату они должны платить. И, увидев эту арендную плату, соответственно, поднялся в интернете некий бум. — Ну, здесь вот, наверное, тоже надо задавать вопросы бизнес-сообществу себе, потому что нужно понимать, что происходит вокруг твоего бизнеса и какие процессы идут, и мониторить, тем более, когда информация доносится. — Вы совершенно правы. Если бы мы своевременно получили обратную связь от бизнес-сообщества, либо еще от кого-то, мы бы начали это обсуждение, которое мы раньше не жили, как сегодня. Сегодня мы проводили круглый стол под руководством Максима Николаевича Харитонова, на котором были представители и крупного бизнеса, и мелкого бизнеса, был также представитель, уполномоченный по защите прав предпринимателей Самарской области, ну и некоторые другие административные работы, на котором мы выработали некоторые предложения или по вопросу решения проблемы, которая возникла. И на первом этапе в качестве предложения мы высказали то, что мы обратимся в Министерство имущественных отношений для того, чтобы нам установили некий переходный период, при котором, если у предпринимателя выросла арендная плата выше определенного какого-то уровня, который мы установим, вот, то мы установим, что с 1 января, попросим установить постановление правительства Самарской области, что с 1 января по 31 декабря текущего года этот коэффициент не будет применяться к тем предпринимателям, у которого арендная плата выше определенного уровня. То есть, получается, будет определенный переходный период для того, чтобы арендная плата не выросла у тех, у кого она может вырасти в разы, а вот... Чтобы они не платили. Чтобы они не платили пока. Вот. И в последующем принято было такое решение, что мы образуем рабочую группу с участием представителей предпринимательского сообщества и всех заинтересованных организаций, на котором, я больше чем уверен, мы найдем выход из создавшей ситуации, потому что начался диалог или общение, в результате которого должна родиться истина все-таки. Но здесь только единственный момент важный. Дело в том, что вы решение это принимали в том числе после того, как были постановления суда, вы же не могли их не принимать с удома. Конечно, конечно. И здесь, получается, нужно будет еще раз судебную процедуру проходить, что ли? Нет. А мы исполнили решение суда. Мы исполнили решение суда, которое мы не имели права не исполнять. Вот. Мы приняли коэффициенты. Но данные коэффициенты затрагивают интересы множества предпринимателей и поэтому обоснованным, но многократным ростом арендных платежей. А пересматривать коэффициенты, насколько я понимаю, и пересматривать, вернее, стоимость аренды вы можете как часто? Один раз в год. А, и вот как раз для того, чтобы вот этот год, 23-й, прошел, ну, мягко, скажем так, не так сильно задевал, и вот будет создан вот этот переходный период. Да. Он для этого нужен, чтобы могли вырвать какое-то взвешенное решение. И вот впереди сейчас есть 11 месяцев, потому что январь уже завершился, для того, чтобы найти... 11 месяцев для того, чтобы уже принять. А мы закончить должны что-то, разработку намного раньше, для того, чтобы пройти процедурные моменты все. А сколько времени понадобится на процедурные моменты? Ну, несколько месяцев, я так понимаю. Да. Не менее трех месяцев. Не менее трех месяцев. То есть до конца этого года, как, допустим, было до конца прошлого года после решения суда, вот, мы должны принять новое решение Думы. Ну, то есть, грубо говоря, где-то в октябре уже должно быть понимание решения для того, чтобы затем... Да, правильно говорить, должно быть. Надеюсь, что оно и будет. Ну, я уверен в этом. Затем, для того, чтобы затем вот все эти процедурные моменты пройти и выйти уже в 24-й год с новыми коэффициентами и с новой стоимостью аренды. Да. Меня знаете, что еще, вот, кстати, удивило и где-то заинтересовало? Я удивлен, что у нас крупный бизнес, ну, у него не так много земли, оказывается, выкуплено. Потому что это речь-то идет о крупном бизнесе, о крупных девелоперах. В первую очередь их коснулось-то. Вот, оказывается, большое количество земли у них арендуется. Я хочу еще заострить внимание вас и телезрителей на то, что у владельцев недвижимости, капитальных строений, есть преимущественное право выкупа земельного участка. Они могут им воспользоваться. И, соответственно, они будут уже платить не арендную плату за землю, а будут они платить налог, который в городском округе Самар составляет полтора процента от кадастровой стоимости. И которые четко... Это в разы ниже, чем арендные платежи. Вот это тоже вопрос. А насколько сложно, вот, ну, технически выкупить земельный участок вот своим объектом? То есть это с точки зрения, там, документа, обороты и так далее. То есть это вообще сложно? Это совершенно не сложно. Это является муниципальной услугой. И при условии, ну, когда мы по ходу выполнения муниципальной услуги сделаем запросы всякие разные организации, вот, и в итоге решится вопрос и выйдет приказ либо о продаже земельного участка, и договор купли-продажи будет выполнен, либо об отказе. Ну, это отказ там. Есть некие причины, которые могут не зависеть от предпринимателя. А так мы открыты для всех. Мы делаем и разъяснения, и многие к нам обращаются, прежде чем подать документы. Ну, то есть чисто вот, скажем так, экономически для предпринимателя на самом деле намного выгоднее иметь землю в собственности. Мне трудно сказать, что зависит от стоимости земельного участка. От кадастровой стоимости. Да, потому что у нас сейчас выкуп идет 100% от кадастровой стоимости. Были понижающие коэффициенты, но они и закончились. Ну, вот это еще один интересный момент. Ну, и вот сейчас, в дальнейшем, если вернуться к вопросу о стоимости аренды и вот об этих коэффициентах, сегодня прошло заседание, прошел круглый стол. Да, круглый стол. А затем какие будут дальнейшие действия? Вот сейчас что будет дальше? На этом круглом столе мы до понедельника, на следующей неделе, должны подготовить, направить в Министерство имущественных отношений письмо, в котором мы будем обращаться к ним, чтобы они нам установили этот льготный период, переходный период. Вот. И после того, как мы отправим письмо, начнется процесс этот, потому что постановление правительства Самарской области, оно будет касаться не только города Самары, оно будет касаться и всей области. То есть других муниципалитетов? Да. И здесь нужно посмотреть, чтобы бюджеты муниципалитетов не были в проигрыше. Здесь такой симбиоз. Ну, нужно найти золотую середину, на самом деле. Конечно. Нужно найти золотую середину. Но это возможно, на ваш взгляд? Я думаю, да. То есть так, чтобы, с одной стороны, бюджет не пострадал, с другой стороны, чтобы и бизнес-сообщество, но вот оказалось в какой-то реальной ситуации. Кстати, знаете, о чем подумал? А вот в этой ситуации, вот тот самый малый бизнес, те самые 1159 малых предпринимателей... Они не пострадают. Нет, я о другом. У них стоимость аренды снизилась прямо в разы. Она так и останется на этом же уровне? Я говорю, они не пострадают от того, что мы примем новый коэффициент. То есть они в результате, в любом случае, остаются в выигрыше? Конечно. То есть вот в этом смысле для малого бизнеса, то есть как раз это такая, ну, ситуация... По крайней мере, это останется на том же уровне, как и было в 22-м году. То есть в любом случае, либо на том уровне, как было в 22-м году, либо та стоимость, которая сейчас... Как мы приняли в 23-м году. А, то есть та самая. То есть они в любом случае... Это все делает специальная экспертная организация расчета. Мне трудно в этом, потому что это не мои компетенции, мне трудно даже рассуждать на эту тему. Ну что ж, спасибо за интересную и содержательную беседу. Я уверен, что на самом деле общий, ну, скажем так, золотая середина будет найдена. Общий язык бизнес-сообщества всегда найдет. Конечно. И здесь, ну, главный момент, наверное, вот сейчас максимально полно общаться и максимально регулярно доносить информацию. И, возможно, даже, ну, вы знаете, вот приглашать представителей и малого бизнеса, и крупного бизнеса на переговоры, на общение. Потому что здесь вот этот момент взаимной информации, он, наверное, ну, наиболее важен. Конечно, Ян. Я даже скажу больше, что любой бизнесмен, который сейчас, допустим, смотрит нашу передачу, они знают, что мы открыты для общения. Мы всегда открыты для всех. У нас не закрыта организация, называется Департамент управления имуществом. Александр Сергеевич, ну, я все-таки напомню, что когда вы готовили, даже не выскажите. Это разные процедуры. Информация об этом была. Вы же сами только что рассказали. Конечно, конечно. Что все это выкладывалось, и вы оценивали регулирующее воздействие, и вы информацию всем доложили. То есть это не было откровением? Нет, нет. Просто я вот лишний раз... Может быть, ее не видели. Может быть, ее не видели. Может быть, где-то, ну, понятно, суета. Может быть, где-то и поленились. Я сейчас не буду оценивать. Но в любом случае, как бы, читать документы, которые касаются твоей деятельности регулярно, ну, наверное, все-таки полезно. Да. Вот, наверное, на этом и нужно остановиться. Вот здесь, наверное, поставить многоточие. Нужно внимательно следить за тем, что происходит вокруг тебя. Да. Читать те документы, юридические документы, которые касаются твоего бизнеса. И затем... Держать руку на пульсе. И держать руку на пульсе, потому что только это помогает нам, ну, находить как раз тот самый общий язык. Да, золотую середину. Спасибо за беседу. Благодарю вас. Напоминаю, в нашей студии был Александр Крючков, заместитель руководителя департамента управления имущества городского округа Самара. Всего вам самого доброго. До свидания. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова